Доброе время всем! И снова с вами на связи Елена Шам, Турция. Мне 51 год. Я ученица и амбассадор Академии Успех Вместе. Хочу с вами поделиться тем, что я посетила тренинг от Долларова Миллионера, бизнес-тренера от Брайана Трейси, основателя и президента Академии Успех Вместе Андрея Артуровича Шаура. 11 мая 2022 года прошел этот уникальный, крутой тренинг. Коротко, наши наставники, это простой человек, молодой человек, который победил болезни и бедность. И его намерение помочь многим, всем людям, кто желает изменить свою жизнь, изменить код своей судьбы. И это очень у него хорошо получается, потому что Академия Успех Вместе, она международная и процветает, растет и процветает. Что я вынесла из этого тренинга? Что я поняла? Какие мои инсайты? Не надо завидовать. Если ты завидуешь, что Вселенная тебе дает еще больше, еще хуже жизнь дает тебе. Поэтому завидовать ни в коем случае нельзя. Но это, конечно, все знают, но почему-то не все это используют в своей жизни. И вот еще хочу сказать, что такое волшебство произошло во время начала тренинга. Тренинг не начинался некоторое время, а потом начался. И мы думали, почему так? Оказывается, в начале тренинга, когда по времени должен начаться тренинг, вырубила интернет. В общем, это по всей России. Короче, в общем, в том месте, на Байкале, откуда шла трансляция, вырубила интернет. И Андрей Артурович искал, может, где-то будет ловить интернет. И вот в одном, там очень много этих вилл, построек. И в одной из постройки, в беседке, он попробовал подключиться к интернету. И вау, произошло чудо, и интернет заработал. И он вышел в эфир. И рассказал вот эту ситуацию. Это вообще волшебно. Это вот такая беседка. И там камин с живым огнем, а вокруг там, ну, Байкал, представляете, да? Вода вот в таком месте. И этот тренинг прошел вот на ура, без перебоев. И это очень волшебно. Вот. Вот первое, что я поняла, не завидовать. Дальше, что я поняла. Изменив себя, мы можем изменить все вокруг и людей вокруг. И можем изменить код своей судьбы. Наш наставник через свою историю помогает другим людям на примере своей истории. Он победил аспус аллергии. Он победил бедность. Он родился в простой семье. И нужно благодарить за все. И за хорошее, и за плохое. Вот этого я раньше не знала. Я благодарила, но не всегда, но если благодарила, то благодарила за хорошее. А за плохое я не благодарила, я наоборот кневалась. Оказывается, нужно благодарить и за хорошее, что происходит в твоей жизни, и за плохое. Только изменив себя, мы можем изменить код судьбы нашего рода. Вот, например, каждый человек в своем роде. Вот я хочу изменить код своего рода. Если я изменю свою судьбу, значит я изменю код своего рода. И для меня это важно. Если я изменю себя, то мое поколение, мои потомки будут уже другими, более такие. Лучше меня вдруг будут. И тоже будут изменяться в лучшую сторону. Оказывается, род это имеет очень важную роль в нашей жизни. Поэтому у нас Академия Успеха вместе в лице Андрея Артуровича Шаура. Она нас учит быть благодарным, чтобы, потому что через благодарность мы улучшаем свой род. И желательно со своими братьями, сестрами, родителями жить в гармонии, жить в дружбе, в понимании. Потому что это род. От этого никуда не деться. Мы не выбираем родителей, мы не выбираем братьев, сестер, родственников. Поэтому мы принимаем то, что нам дали. И как бы благодарим за это. И относимся с уважением. Конечно, нужно начинать с себя. Если мы меняемся, то меняется мир вокруг нас. Это я точно-точно вот поняла. И как бы начинаю все это замечать. Нужно быть благодарным. Научиться слышать. Вот у меня есть одно видео. Умеем ли мы слышать. Вот. И это обязательно. Не только слушать, но и слышать. Вот я когда слушаю тренинги, даже вот один тренинг, если я его прослушаю несколько раз. Первый раз я не все услышала. Второй раз я слушаю этот же тренинг, я что-то еще услышала. О, еще один инсайт. Третий раз еще послушала, еще что-то я услышала. Понимаете? Один раз послушать тренинг трехчасовой, там, мне кажется, невозможно все услышать, все воспринять. А когда вот повторно-повторно, ты его прям уже по-другому его воспринимаешь, что-то другое для себя открываешь. Какие-то еще инсайты приходят. Вот. Что там еще у нас было на этом тренинге? Отказаться от старых мыслей, от старых привычек. Я вот отказываюсь от старых привычек, от старых мыслей. Это, конечно, нелегко, но я стараюсь. Все время я, как сказать, иду к этому потихоньку-потихоньку. Я отказываюсь от старых привычек. Вот. И делать благие дела. Обязательно заниматься благотворительностью. Обязательно, ну, помогать людям. Вот. Не только деньгами помогать, а вот своими действиями. Хорошими, как сказать, ну, помочь, помогать людям. Бабушкам, дедушкам, кто просит тебя о помощи, обязательно нужно помочь. Образ жизни – это, во-первых, мысль, еда, движение. Мысль, еда, движение. Вот когда мы утром встаем, с какой мыслью мы встаем? Раньше я вставала, ой, опять на работу, ой, опять, опять все, опять 25. Опять все повторяется. Сейчас я открываю глаза и думаю, о, благодарю тебя, Вселенная, что я проснулась. И вот. Ну, и сразу поднимается настроение, потому что вот. Я учу себя быть благодарной, что вот я проснулась, что я дышу, что я вот лежу на этой кровати, сижу на этом кресле, вижу, глаза мои видят, руки мои могут ощущать, вот, нос может нюхать, глаза могут видеть. И вот хотя бы за это нужно быть благодарным. И вот нас обучают этому. И потом вот доходит. Ну, почему ты раньше об этом не задумывалась? Потому, я думаю, потому что, потому что автоматически я жила неосознанно. Дом, работа, работа, дом. Все на автоматике. Домой приходишь с работы, все там делаешь, ложишься спать и думаешь о работе. Утром просыпаешься, тоже думаешь о работе. И как бы встать. И опять собираешься на работу, бежишь, никакой зарядки, ничего, никакой молитвы, неблагодарности. И бежишь на работу. И вот так каждый день, изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Все это повторялось. Теперь я уже все по-другому думаю, по-другому утром стою, по-другому себя веду, по-другому мыслю. Вот, радуюсь жизни, радуюсь каждому моменту. Вот сейчас я с вами разговариваю. Разговариваю, например, в этот час, да. Ведь это время уже не вернуть. Я это все проговорила, прожила. Все это время уже не вернуть. Вот как глубоко мыслит наш наставник и учит нас так же мыслить. Также он, значит, учит нас улучшать свою жизнь каждый раз, каждый день, каждый раз мыслить правильно, улучшать свою жизнь. Даже правильно молиться по-современному, не по-старому. Сколько лет, например, я не всю жизнь молилась, но где-то, наверное, за 30 лет, когда мне перевалило за 30, я уже так чуть-чуть начала молиться, и то, когда вспомню там, вот. А теперь нужно молиться каждое утро. И молитва должна быть современной, не старой, которой я раньше молилась и не понимала, о чем эта молитва, нужно и нужно. Вот, а теперь я вот молюсь по-современному, как учит нас наш наставник. Вообще по жизни иметь наставника, ну, если у человека есть наставник по жизни, это вообще круто. Вот. И нужно всегда передавать свой опыт. Передавать, принимать опыт и передавать. Вот мы принимаем опыт от своего наставника, потом будем передавать своим людям, с которыми ты знакомишься, общаешься. Вот. Вот. Надо узнать, как он живет. Заходите на презентацию или на тренинг в Академию Успехов вместе в 17.00 по московскому времени. Ссылка будет в описании. Вот. И все это проходит в прямом эфире. Вот. Что еще? Да. Если у него красивое тело, если у него хорошая команда. Вот. Надо верить вот таким людям. В общем, этот тренинг прошел на ура. Был очень такой тренинг откровения. Вот. Мы узнали, узнаем, как прошел наш наставник этот тернистый путь. Ведь когда мы рождаемся, да, мы дети маленькие, нас вселенная любит и у нас все хорошо. А когда мы вырастаем, у нас появляются проблемы какие-то во всех, в разных сферах жизни. Это потому, что вселенная дает нам испытания. Вот. Но мы почему-то впитываем какие-то нехорошие привычки по жизни. Ведь когда мы были маленькими, мы были простыми и не думали о плохом. А когда мы выросли, мы почему-то начинаем думать о плохом. Вот я по себе сужу. Я тоже большую часть жизни думала о плохом. Я всегда искала правды, искала справедливости, переживала, когда человек уходит из жизни, до слез, плакала, долго переживала. Даже вот вспоминаю, когда у меня была собака, мне было лет 9 или 10, не помню, была маленькая, но уже ходила в школу. И у меня была собака Джульбарс, полугончая собака. Я с ней дружила, я ее кормила, взяла ее щенком. И вот я ее, получается, вырастила, выдрессировала. И вот в один момент она умирает. Он умирает. Я хоронила эту собаку. Я вот три дня плакала. Это я хорошо помню. Я не вставала с кровати, повернулась к стене и плакала. Мама уже знала, почему я плачу. А когда приходили ее подруги, спрашивали, а что с Леной? Почему она плачет? Мама говорит, а у нее собака умерла, а вот она плачет. Она ее сама похоронила, и вот теперь три дня плачет. Ну, у меня, короче, хватило слез на три дня. И после того, как умерла эта собака, я себе сказала, больше животных не буду заводить, потому что их жизнь коротка, и я их смерти не выдержу. Вот. Ну, с тех пор я не беру никаких животных. Вот. Ну, теперь сейчас я понимаю, что была неправа, потому что я была ребенком. Вот. Теперь я думаю совсем по-другому. Вот. И также наставник знакомил нас, ну, гостей с нашими лидерами, вот, которые достигли, с которыми стали долларовыми миллионерами, пришли простыми людьми, кто-то с большими кредитами, кто-то с болезнями, вот. И все они выздоровели и стали зарабатывать, вот. Посетили много стран мира, купили квартиры, купили машины всего за несколько лет. Я очень удивляюсь и удивлялась, что как так. Это вообще, ну, если так подумать, то нереально. Оказывается, все реально. Вот. Нас этому будут обучать, уже обучают наши долларовые миллионеры. Вот. На этом марафоне. Поэтому, друзья, приглашаю вас в Академию Успеха Вместе, чтобы узнать, что же такое Академия Успеха Вместе. Вот. Просто зайти и узнать, услышать все своими ушами, увидеть своими глазами. Вот. Тренинг мне очень понравился. Люблю слушать эти тренинги и переслушивать, потому что они дают такой позитивный настрой жизненный. Вот. Я благодарна Вселенной, что вот попала в эту Академию Успеха Вместе. Ну, здесь в Академию Успеха Вместе. Вот я, например, вас приглашаю, да, а меня никто не приглашал. Я пришла сама, потому что болела. У меня были хронические заболевания, я от них избавилась. Благодаря рекомендациям Академии Успеха Вместе и благодаря клеточному питанию, которое продвигает Академия Успеха Вместе. Вот. Это клеточное питание, которое дает энергию, бодрость, стрессоустойчивость, профилактика 700 заболеваний. Сейчас у нас идет акция. Вот. Стоило 100 долларов. Три коробочки за 100 долларов. А теперь за 70 долларов. Вот. Кому интересно, пожалуйста, можете заказать. Описание у меня в этом. Ссылка в описании. Пишите. Я помогу в приобретении этого уникального продукта, легендарного. Уже люди, где-то около миллиона людей получили свои результаты. Но смелых оказалось мало, потому что самые смелые записали ролики и выложили в соцсети, в YouTube и в другие соцсети. Вот. А кто стесняется, они, естественно, не снимают видео о своих результатах. Вот. Только на словах говорят, что вот у меня, я от этого избавилась, я от этого избавилась. А вот так документально, чтобы вот показать по видео и поделиться, они стесняются. И таких людей очень много. Поэтому около миллиона людей, около миллиона результатов люди уже получили. Вот. Всем рекомендую. Приходите в академию. В нашу академию даже приходит, если, например, человек здоровый, ему не надо улучшить здоровье. Если он богатый, значит, ему не нужно. Но вот мышление. Мышление нужно каждому человеку. Люди просто заходят, обучаются, меняют свое мышление. Вот. Уже начинают по-другому думать. Вот. Ну, на этом, наверное, все. Поделилась с вами о своем походе на тренинг. Сегодня тоже будет тренинг. Будет вторая часть изменения кода судьбы. Пойду на тренинг. Потом, возможно, поделюсь с вами, уважаемые подписчики. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. До встречи в эфире. Пока-пока.